Добрый день. Глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев неоднократно отмечал важность перехода к зеленой экономике. Сегодня стартует новый совместный проект правительства Республики Казахстан, программы развития ООН в Казахстане и Samsung Electronics, управление электронными отходами. Этот проект яркий пример государственного частного партнерства, направленного на реализацию задач, поставленного главой государства, в частности, в концепции по переходу к зеленой экономике. Более подробно о новом проекте нам сегодня расскажут наши гости. Министр окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан Нурлан Джамбулович Капаров, президент Samsung Electronics в Казахстане и Центральной Азии Синг Си Чой и постоянный представитель ПРООН в Казахстане Стивен Тул. Также мы сегодня пригласили руководителя отдела энергетики и окружающей среды Станислава Кима. Позвольте в первую очередь поблагодарить вас за участие в нашем брифинге и Нурлан Джамбулович ССГС. Продолжение следует... 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 электронными отходами в Республике Казахстан при поддержке Министерства охраны окружающей среды и подних ресурсов Республики Казахстан. Этот проект начальен на разработку нового эффективного механизма управления электронными отходами в Казахстане. Samsung Electronics уделяет особое внимание работе, а в окружающей среде мы гордимся своими строгими принципами, а также четкими правилами по обеспечению защиты окружающей среды. Кроме того, мы ведем постоянную работу с компаниями-партнерами на предмет безопасности производства и внедрения решений по защите окружающей среды. Экология, здравоохранение и образование всегда были и остаются приоритетными направлениями для нашей компании. Samsung является лидером в ряде категории в сфере высоких технологий, и мы намерены поддерживать свое резервство в индустрии, в том числе посредством инвестирования в социальные проекты. Мы регулярно пополняем базу партнеров в данном направлении для максимально успешного осуществления социальных важных проектов. Устойчивое развитие является ключевым фактором для развития успешного бизнеса. Мы не только уделяем большое понимание энергоэффективности в производстве, но и вопросам экологичности на протяжении всего жизненного цикла нашей продукции. Компания Samsung Electronics инвестирует в развитие общества в странах своего присутствия через партнерство с государственными программами и проектами. Этот проект стал одним из многих инициатив компании в 2014 году. Мы уверены, что проект по разработке механизма управления электронными отходами станет полезным инструментом для достижения экологической устойчивости. Я хотел бы поблагодарить Министерство охраны и окружающей среды Республики Казахстан и ПРООН за поддержку по развитию данного направления. Спасибо за внимание, Ахмед. Вам большое спасибо. Также позвольте передать слово постоянному представителю ПРООН в Казахстане Стивену Тулу. Пожалуйста, вам слово. Спасибо. Я буду говорить по-английски, поэтому, если вам нужен перевод, пожалуйста, оденьте наушники. Спасибо большое, господин министр Копаров и господин Чой. Для меня большая честь быть здесь на данной пресс-конференции вместе с вами. Это первый для ПРООН и Samsung проект, который мы создали. И я смотрю на это как на начало более широкого партнерства здесь, в Республике Казахстан. Samsung, как господин Чой упоминал, является лидером не только в сфере электроники, но и в сфере заботы об окружающей среде и корпоративной социальной ответственности или продвижения общественных проектов, социально значимых проектов в рамках своей бизнес-модели. Поэтому это отличный партнер для нас и для правительства здесь, в Казахстане, чтобы начать практические шаги, практические мероприятия, которые необходимы для того, чтобы перейти к долгосрочной цели создания зеленой экономики здесь, в Казахстане, и в рамках стратегии 2050. Samsung является одной из немногих частных компаний, которые уже начинают работу в этой области. У нас еще есть один проект между ПРООН и Кока-Колой по управлению водными ресурсами, но это вот самые первые из проектов, и я думаю, что пример, подаваемый сейчас, является тем, что другие международные и национальные компании в Казахстане будут следовать. Потому что если мы хотим перейти к зеленому обществу, к зеленой экономике в Казахстане, и если мы хотим работать в направлении выполнения задач стратегии 2050, здесь мы говорим не только о государственной политике, Министерстве охраны окружающей среды или других органов, но мы говорим и о поддержке при проведении политики или проведении демонстрационных проектов, которые могут помочь организовать и привнести здесь программу развития ООН, но мы говорим о том, что люди Казахстана в своем сердце должны быть полностью привержены идее зеленого и устойчивого будущего. А для того, чтобы этого достичь, нам необходима широкомасштабная компания по повышению осведомленности населения со стороны средств массовой информации, и необходимо активное сотрудничество и партнерство с частными компаниями, которые намного более напрямую контактируют со всеми людьми, чем другие партнеры или мы. Поэтому это достаточно небольшой проект для начала, но он даст нам большое количество возможностей для того, чтобы повышать осведомленность населения о том, что в обязанности всех входит переход на зеленую экономику. И я думаю, что это будет отличным примером для других компаний, которые смогут присоединиться к проектам государственного частного партнерства. Еще раз повторюсь, я очень рад быть здесь при начале этого проекта. Уважаемые коллеги, а теперь мы переходим к подписанию меморандума о взаимопонимании между ПРООН и Samsung Electronics. Пожалуйста. Спасибо. Уважаемые журналисты. А теперь настало время вопросов. Все вопросы, которые не будут касаться старта нового проекта, будут отклонены. Пожалуйста, представьтесь и первый вопрос. Газета «Мегаполис» Джамиля Каримова. Скажите, пожалуйста, проводились ли какие-то специальные исследования, чтобы выявить, какой ущерб именно наносится этими электронным мусором? Понятно. Волон Забулович, может, вы начните со Казахстанской стороны? Исследования в Казахстане не проводились, но по миру я читал такие исследования. Я не помню цифры, но речь шла о 100 миллиардов в год, что-то такое, ущерб то ли в Европе, только в одной Европе, по-моему, 100 миллиардов в ущерб потенциально, если не утилизировать такие отходы. В Казахстане у нас таких исследований нет.